Более подробно о ситуации в сельском хозяйстве Карагандинской области и о том, какой урожай ожидают крестьяне в этом году, вы узнаете в программе «Постскриптум». В гостудии сегодня заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области Шукербай Токеев. Смотрите программу сразу после выпуска новостей с повтором завтра в 13 часов 30 минут. 80 несанкционированных свалок выявлено экологами в Караганде. Сегодня в Экомузее для решения сложившейся проблемы собрались представители государственных органов, неправительственных и коммерческих организаций, зарубежные специалисты. Ирина Вобещевич подробнее. А главная проблема у компании, которая занимается круглым мусором, у нас нет рычага давления, как, допустим, у тех же водоканала. Не шуточные дебаты развернулись сегодня на круглом столе, организованном по итогам проекта «Влияние несанкционированных свалок на химическую безопасность региона и состояние окружающей среды». В течение пяти месяцев экологи выявляли свалки в Караганде и изучали их химический состав. Природоохранные мероприятия выделили деньги и убрали там миллионы свалок три года назад. И вот они опять есть. Это не работает. Надо действительно какие-то найти рычаги и, может быть, объединиться там. В черте города выявлено 80 несанкционированных свалок. 10 из них общей площадью свыше 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров. На всех превышены нормы концентрации ядовитых веществ. На сегодняшний день практически по всей Европе, но мы смотрели, как и в Чехии, в Германии, которые рядом, муниципалитеты и города выделили около 30 евроцентов на каждого граждана на уничтожение нелегальных свалок. Это очень маленькие деньги. Так что только надо предусматривать какие-то бюджеты. Но, в принципе, проблема не очень такая дорогая, можно сказать, в сравнении с какими-то промышленными угрозами или другими какими-то экологическими катастрофами. Мартин Скалски – специалист по экологическим вопросам. Он давно и успешно занимается проблемой нераспространения мусора. Эколог рассказал о чешском сайте, куда каждый житель может загрузить фотографии с обнаруженных несанкционированных свалок. Все это для того, чтобы оперативно устранить их образование и распространение. Это очень сильно помогает, потому что, в принципе, у государственных органов нет ресурсов, чтобы следить за всеми этими свалками, потому что их очень много, сотни, тысячи может быть. Природа не терпит пустоты. Но почему же люди стремятся заполнить эту пустоту мусором? Вот мы хотим заполнить не мусором, а чистотой. Дорогие карагандинцы, только сегодня вы можете принять участие в уникальной акции – обменять пустые пластиковые бутылки на цены и бреды. В то время, как шло обсуждение путей решения проблемы, сотрудники экомузея, волонтеры и, конечно, жители города приступили к практическому ее решению. Не надо мусорить. Мусор загрязняет планету. Убиваю. Я металл, я там полюсошу. Мы являемся волонтерами программы АСА немецкой и приехали в Караганду, чтобы заняться проблемой несанкционированных отходов и управления отходами, то есть переработка, раздельный сбор и так далее. Воспитание начинается с самого младшего возраста, с самых маленьких, чтобы дети знали, что нельзя бросать бумажку на улице, что нужно отнести ее в мусор. Вот такие призы, блокноты, карандаши, магниты получали сегодня карагандицы, сдающие пластиковые бутылки. Акция продлилась до четырех часов. Однако вот этот контейнер будет стоять на площади на постоянной основе. Ирина Вобещевич, Рустам Барая, Боужан Ермагабетов, 5 канал.